На этой неделе Этько Басурин выдохнул с облегчением. А всё потому, что один из явных претендентов на должность штатного шута скоропостижно крякнул в бою с коалицией ИГИЛ, НАТО и Киевской хунты. И все говорят, вы вот россияне припёрлись сюда. Нет, мы не припёрлись. Мы пришли защищать. Да что там, пару месяцев назад мы прямо намекали, что фантазия у Кедра ого, побогаче Эдичкиной. Как бы не подсидел Эдуарда. Девочки в писью маленькую выкачали баллон монтажной пены. И вот в этих муках ребёнок умер. Тем более вот даже чисто внешне этот товарищ был ближе к народу. Да что там, сводки можно было по торсу читать. Но походу прощёлкали новоросы новую звезду. И только старина Басурина радостно пританцовывал, врубив на всю катушку любимый хит. Отработал ещё один брат. Отработал за всех нас полна. Впрочем, все же знают, что в русском мире принято служить отечеству не только при жизни, но и после смерти. Другими словами, всегда нужно помнить, что сразу после слова «кря» на твоих костях напоследок станцуют. И боевик Кедр не стал исключением. 28 мин было выпущено по населению Коминтерна, где погиб мирный житель Исманов Эркин Махмуджанович, 74-го года рождения. Коминтерна, фашисты мирного жителя убили! Ну, честное слово, ну Сталина ж на них нет. И ты тратишь 20 секунд, пробиваешь имя, фамилию, и вдруг оказывается, что погибший якобы мирный житель это и есть тот самый позывной Кедр! Представьтесь, пожалуйста. Исманов Рукин. Исманов Эркин. Позывной Кедр. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, мы покажем, как сами боевики называли этого мирного жителя относительно недавно. Боец ДНР, бывший каскадёр и ветеран Чечни. Боец ДНР Кедр. ВСУ стреляют по мирным жителям Донбасса. И это не считая сотен фотографий с оружием и на позиции. К чему всё это? Да только к тому, что ради промывки мозгов они смачно плюнут даже в могилу своему боевому товарищу. А всё это только для того, чтобы жители условной Челябы взбодрились у телевизора. Слыхала Машка, опять хохлы мирного жителя убили. А вот кто держит марку, несмотря на всех умерших и живых конкурентов, так это наш добрый знакомый химик Юпи. Добрый день. Причём прогресс Эдуарда нельзя не признать. Ведь если раньше Басурин мочил перлы однодневки из серии «Лазерные прицелы на Жигулях» приступили к выполнению специального заказа по установке оборудования лазерного наведения на автомобиле 70-х и 70-х годов. То теперь в тренде долгоиграющие ходилки. Но это так, чтобы руль изредка подкручивать, а машина пропаганды продолжала ехать. ВСУ в канун Пасхи намерены организовать убийство священника и обвинить в этом силы ДНР. Оказывается, каратели на Пасху задумали убить священника, ну и яйца небось портретами Гитлера разукрасили. ВСУ планирует убийство одного из священнослужителей, чтобы в канун Великого Праздника Пасхи обвинить нас в этом преступлении. Казалось бы, очередная Басуринка из рубрики «Поржали и забыли», но не всё так просто. Вы представляете, какие перспективы при таком творческом подходе к делу? Праздников-то в году много. Эдуард Басурин. В День Победы хунта задумала убить ветерана. День защиты детей под угрозой. Каратели обещают распинать мальчиков. Эдуард Басурин. Усилий никаких, эффект тот же. В общем, не работа, а праздник. Пакеты с гречкой на голову так и падают. Впрочем, гречка в молодых республиках скоро может стать настоящим дефицитом. А всё потому, что армия в Новороссии – одна из крупнейших в мире. Когда меня спрашивают, какова численность нашей армии, я отвечаю – два миллиона человек. Александр Захарченко. Как говорится, попробуй прокормить. В России огромный и то вояк меньше. Хотя с другой стороны, теперь понятно, как сельдьмаршал собрался до Лондона коридор рубить. Это нужно его пройти, взять Британию и всё как таковую. Тем более, что королева, увидев новоросские зорницы. Все они – простые выходцы из народа. Небось, до сих пор в себя прийти не может. Трепещет от страха. Но шутки шутками, а мотивы у подобных игрищ могут быть не такими и весёлыми. В лучшем случае, Санёк с братвой снова решили развести русских папочек на деньги. Мол, гляньте, родимая, сколько у нас резервистов-то. А их же всех обуть, одеть, да и прокормить надо. А привезите, по возможности, лишний мешок, а? Всё реально. Ждём. Второй вариант связывают с высокой вероятностью возобновления полномасштабной войны и очередного захода отпускников. Не зря ведь новоросские зайцы сейчас минное заграждение снимают. Военные сапёры уже трижды снимали минные заграждения перед нашими боевыми позициями. Запросы командиров с поля командирам из тыла более высокого ранга завершались ответом «Так надо». Может, мы чего-то не знаем? Может, нам чего-то знать не положено? Александр Ходоковский. Смысл избавляться от минных полей, если хунта, по их же словам, что не день, то наступление готовит? Ответ очень прост. Так поступают, когда собираются через эти поля гнать свою технику. Ведь мина не разбирает свой танк или чужой. Война с Украиной неизбежна и, что называется, на носу. Игорь Стрелков. И вот заходят отпускники, начинается наступление и на вопрос «Откуда ресурсы?» Эть Кабасурин бодренько так отвечает. «Как откуда? Это же резервисты!» Не зря же на лайф-ньюзе старались, стрим несколькими камерами вели, да и с квадрокоптера снимали. И вот сегодня на этом поле мы им всем показали, что в Донбассе воюет не только наша армия, а в Донбассе воюет весь наш народ. Параллельно у боевиков идут ротации. Там тоже есть много нюансов, которые пока нельзя озвучивать, чтобы не навредить. Скажем лишь, что комбат с позывным «Чечен» в красноречии по рации мог бы и спокойным с ластикой потягаться. В общем, ближайшие недели должны дать ответ, каким будет этот год для Украины. Поля подсыхают, техника может идти. Вопрос лишь в том, готова ли Москва к новым санкциям и многочисленным жертвам. Тем более США в Сирии сделали ход конем. И очевидно, что в Кремле прямо сейчас решают. Как, а главное, где ответить?